В спортивном центре Грация завершился командный тур чемпионата России по настольному теннису. Спортивные встречи начались с 10 утра и одновременно проходили за семью столами. Одни команды сражались за места в турнирной таблице, другие за выход в финал. От каждой команды в турнире участвовали три спортсмена, еще двое на скамейке запасных. За одну встречу спортсмены играют до трех побед. То же самое условие и для всего матча. Партию играют до 11 очков. Обязательное условие – разрыв в один балл, иначе партия продолжается. За третьим столом в полуфинальном поединке схлестнулись команды из Москвы и Санкт-Петербурга. Самой зрелищной стала встреча первой и второй ракеток страны – Ольги Барановой и Полины Михайловой. Девушки буквально дышали друг другу в затылок. Партии прекращались со счетом 17-15. В результате победу одержала действующая чемпионка России, москвичка Ольга Баранова. Говорит, во многом помогла удача. Силы примерно у нас равные. То есть знали, что 50 на 50. Кому больше повезет, кто вытерпит, тот и выиграет. Девочки на третьем номере Аня выиграла. Тоже в очень серьезной борьбе. Юле немножко не повезло. В принципе, она вела встречу всю. И теоретически должна была победить. Но у нас еще впереди финальная встреча. И надеюсь, что мы так же все дружно сможем победить. Достойно выступили и самарские спортсменки. Утром самая юная команда чемпионата «Самарочка» обыграла со счетом 3-1 сборную Татарстана. И получила право побороться с командой Свердловской области за пятое место. В игре отличилась Светлана Махначева. Спортсменка блестяще сыграла первую и четвертую встречи. Было тяжело, но справились. Кого последняя выиграла Тони Савельева, еще я ее никогда не выигрывала. То есть моя первая победа над ней. Поэтому я довольна своей игрой. Следующая игра «Самарочки» тоже завершилась успехом. Спортсменки заняли пятое место, обыграв сборную Екатеринбурга со счетом 3-2. А соперницами «Москвичек» в финале стали спортсменки из Нижнего Новгорода. Чтобы спортивные страсти не привели к печальным последствиям, на соревнованиях присутствовал доктор. Хоть настольный теннис травмоопасным и не считается, от ушибов и растяжений никто не застрахован. Пока на турнире обходятся без травм. Практически мало кто обращается и только приходят за такими оздоровительными советами. Подготовлены, мне кажется, хорошо ребята, потому что смотришь движения быстрые, ловкие. То есть настрой боевой. Во второй половине дня турнирная таблица выстроилась. Не хватало только результатов финала. Перед завершающим этапом командных соревнований и в преддверии личных зачетов состоялось торжественное открытие чемпионата России по настольному теннису. Спортивный центр «Грация» посетили представители власти. Приведение таких турниров способствует популяризации массового спорта, настольного тенниса, действительно самого демократичного вида спорта. Мы заметили значительный приток уже заявлений в наши спортивные школы, которые занимаются подготовкой юных теннисистов. В этих школах из ребенка делают настоящего спортсмена уже в течение двух лет. Приведение чемпионата России, лично командный чемпионат в Самарской области, для нас это еще дополнительная стимул, ответственность и обязательство заниматься по-настоящему этим видом спорта, иметь первоклассную команду в Самарской области. Для развития в Самарской области настольного тенниса в частности и спорта в целом необходима и законодательная поддержка. Особое внимание молодежи. Нам важно, чтобы при разработке нормативной базы мы учли развитие детского и юношеского спортивного направления, для того, чтобы те клубы, которые играют в лигах, они взяли на себя также часть заботы о молодежи и юношках. После торжественного парада и показательных выступлений состоялось самое долгожданное событие – финал. В решающей борьбе сошли женские команды из Москвы и Нижнего Новгорода и мужские из Москвы и Свердловской области. Со счетом 3-1 столичные спортсменки обошли своих соперниц. У нас матч получился очень тяжелый. Мы вели 2-0, но все может в теннисе выйти. Как вы видели сами, я уже должна была выходить при 2-2, но Оля просто чудеса творила. Если исход женских соревнований можно было предугадать, то победа спортсменов из Екатеринбурга стала неожиданной даже для них самих. Звание чемпиона в командной борьбе Григорий Власов буквально вырвал из рук соперника. Товарищи бросились его поздравлять, в прямом смысле крушав все на своем пути. Действительно эмоции плещут. Мы впервые стали в истории Свердловской области чемпионами командного чемпионата. Поэтому вы сами все видели последнее очко. Я все эмоции держал внутри до последнего победного очка и потом все нахлынуло. Когда все точки над «и» были расставлены, команды пригласили на награждение. Среди женщин на второе место поднялись спортсменки из Нижнего Новгорода. На третьей ступени пьедестала оказалась сборная Санкт-Петербурга. У мужчин на втором месте москвичи, на третьем петербургские игроки. Теперь спортсменам предстоит сразиться в личном первенстве. КОНЕЦ КОНЕЦ